Для оглашения инвестиционного послания приглашается губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. АПЛОДИСМЕНТЫ В связи с этим позвольте поприветствовать всех участников бизнес-форума «Деловой климат в России». А в вашем лице, уважаемые друзья, товарищи, дамы и господа, все большое бизнес-сообщество не только нашего региона, но и нашей страны, и в том числе наших зарубежных партнеров и коллег. Всех, кто вместе с нами занимается развитием экономики своих территорий, своих стран, в том числе Ульяновской области, а значит вносит свой вклад в развитие нашей большой страны. Это высокие налоги и тарифы, избыточный контроль и надзор, ну и, конечно, состояние регуляторной среды в целом. Это безразличие отдельных органов власти преференциям для бизнеса. Это прогрессирующее влияние факторов доступа бизнеса кредитно-финансовым ресурсам. Я веду разговор, прежде всего, конечно, о сложностях получения кредитов и пониженного спроса на товары и услуги, который сложился у нас в последние годы. Это проблемы кадрового обеспечения и повышения образовательного уровня и компетенции малого и среднего предпринимательства. Именно вот эти три административные барьеры, безразличие и кадровое обеспечение, приоритеты, которые мы дополнили действиями по строительству стимулирующей инвестиционной инфраструктуры, позволили нам более 15 лет назад сформировать инвестиционную модель развития. Историю успеха, которая сегодня подоражит у многих регионов Российской Федерации, и многих наших зарубежных партнеров, как за счет чего Ульяновская область, некогда одна из самых отсталых, превратилась в регион-лидер. Это позволяет нам сегодня говорить о том, что мы готовы обеспечить экономический рост и, соответственно, рост доходов населения. Кроме этого, мы дифференцировали региональную экономику за счет новых, прежде всего, в большинстве своем высокотехнологичных производств. Коллеги, вдомайтесь, за 15 лет создан поистине новый сектор экономики по своей социально-экономической и налоговой отдаче, сопоставимый с работой двух главнейших предприятий нашего региона – «Авиастара» и автомобильного завода. И УАЗ, и «Авиастар», начиная с 2011 года, перечислили в областной бюджет, 9,5 млрд. рублей при общем списочном составе работающих на середину 2019 года – 17,5 тыс. человек. За тот же период реализация 80 приоритетных и особо значимых инвестиционных проектов нам позволила создать порядка 6 тыс. рабочих мест, заработной платы существенно выше, чем в среднем по региону. И налоговая отдача от этих новых предприятий, от этих 6,5 тыс. человек составила 13 млрд. рублей. И их объем постоянно растет. Да, конечно, роль и «Авиастара», и УАЗа для нас по-прежнему очень важна. Но все же, чем меньше будет критическая зависимость региональной промышленности от работы крупных предприятий, тем более устойчивой будет экономика и бюджет области. Мы диверсифицировали нашу экономику. Эти инвестпроекты создали новый, современный, высокотехнологичный, конкурентный сектор экономики, который, по оценкам экспертов, имеет по-настоящему европейскую структуру и характеризуется ориентацией на производство конечного продукта. В частности, Министерство экономического развития Российской Федерации отнесло нашу область к лучшим регионам, в которых до 2024 года прогнозируются наиболее высокие темпы роста производства внутреннего регионального продукта. Область в этом списке на шестом месте, вслед за Московской областью. Все это хорошие результаты были вчера, сегодня даже. Но их недостаточно, если мы говорим о завтра. Ежегодно более жесткой становится конкуренция за инвесторов, за человеческий капитал. Цифровые технологии, такие как большие данные, искусственный интеллект, развитие робототехники, создают новые модели бизнеса, иные формы организации производства, формируют индустрии 4.0, меняя всю экономику. Системные изменения, которые следуют за этим, коснутся всех сфер-бизнеса, общества и даже политики. Потребует новых форм организации работы правительства и частного сектора, рынка труда в целом. И это нам надо всем хорошо запомнить. Мы видим Ульяновскую область к 30-му году как один из важнейших центров экономики знаний в нашей стране, как регион с критической массой технологических предпринимателей и высокой долей сферы услуг. Модернизация социальной инфраструктуры, городской и сельской среды даст нам возможность повышать качество человеческого капитала и стандартов жизни населения. Без серьезного увеличения объема инвестиций в основной капитал, мы это хорошо понимаем, эти цели просто недостижимы. Поэтому мы переформатируем действующую модель развития, инвестиционно-ориентированную модель, которой мы занимались все последующие, все предыдущие 10 лет, конновационно-инвестиционной модели развития. Что это такое? Это синтез инвестиционных и инновационных перспектив региона. Я чуть позже об этом кратко скажу. Мы выстроим под эту цель систему стимулирующих мер и сконцентрируем организационный и финансовый ресурс. Главная задача нарастить ежегодный темп роста объема инвестиций в размере не менее 5,1% и выйти к 2024 году на показатель общего объема в основной капитал ежегодно в 129 миллиардов рублей. Доля инвестиций в вал в региональный продукт должна держаться на уровне не менее 28-30 максимум процентов. Одним из новых инструментов с 2020 года будет индивидуальный план инвестиционного развития нашего региона до 2024 года. У нас не было тогда такого плана никогда. Мы установим новые цели для каждой отрасли. Мы закрепим коэффициент полезного действия такие вот наши KPI за каждым министерством, включив работу с инвестициями прежде всего в главный приоритет. Все цифры по достижению KPI подкрепим изменениями в нормативном регулировании на федеральном и региональном уровне. Мы не только определяем с вами таким образом цель, но и говорим, какие изменения в правовом поле позволят ее достичь. В какие сроки они произойдут? Теперь о наших конкретных шагах и действиях. Первый шаг. Активизация инвестиционного процесса на региональном уровне, создание прогнозируемых для субъектов предпринимательской деятельности условий работы, донастройка институциональной среды в части юридических правил и норм. Очень важный шаг, и под него мы разработали огромный объем совместных действий. Налоговый потенциал будет максимально направлен на стимулирование экономики и инноваций. Для этого сами льготы будут существенными, стабильными и выгодными для предпринимательского сословия. Действующая система налоговых льгот позволит инвестору экономить или возмещать до 40% вложенных в проект средств, потому что это затрагивает практически все региональные налоги. Хочу еще раз публично подтвердиться, что мы и дальше будем очень гибко реагировать на изменения нормативно-правовой среды на федеральном уровне и запросы инвесторов, чтобы оставаться среди наиболее привлекательных регионов страны по налоговой нагрузке на бизнес. В том числе я это особо подчеркиваю для среднего и малого предпринимательства. По инициативе правительства региона с 2019 года мы уже приняли ряд решений в интересах инвесторов. Напомню, региональный закон в части защиты капитальных вложений нет региональных законов в других регионах. Он устанавливает меры государственной поддержки, обеспечивающие стабильность налоговых условий. Мы ввели инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организации. Он начинает действовать с 1 января 2020 года. Размер принимаемых к вычету расходов определен на уровне 90% затрат организации. При этом ставка налога может снижаться по отдельным группам до 0%. Коллеги, это уникальное условие, аналогов которому нет в Российской Федерации. Мы определили правовой статус налогоплательщика для участников специальных инвестиционных контрактов своеобразный такой СПИК-2.0. Теперь не требуется подтверждать статус участника регионального инвестпроекта, что упрощает механизм получения льгот. Что намерено предложить региональная власть в 2020 году? Во-первых, мы намерены распространить с 2020 и 2021 года инвестиционный налоговый вычет и на социальную сферу. Во-вторых, мы намерены продлить на период до 31 декабря 2023 года срок завершения реализации особо значимых инвестиционных проектов. Сейчас он завершается 31 декабря 2020 года. Мы считаем о том, что этого явно недостаточно и готовы пойти навстречу предложениям от бизнеса. В-третьих, мы намерены запустить действие такого инструмента поддержки, как региональный инвестиционный проект. В-четвертых, в 2020-2021 годах мы сформируем особые муниципальные экономические зоны, на которых будут действовать региональные преференции. Я веду разговор о льготных налоговых режимах, относящиеся к ведению субъекта возможности компенсации арендных платежей. На начальном этапе таких территорий мы планируем дополнительно создать не менее 4-5. В-пятых, мы намерены реформировать систему управления и развития. Новые задачи требуют и более высокого уровня профессионализма в управлении. Общее направление, по которому мы пойдем, это создание трех крупнейших корпораций с четкими ключевыми показателями эффективности. Это корпорация развития, это корпорация промышленности и предпринимательства и сельских территорий, это корпорация технологического превосходства. Кроме перезапуска работы институтов развития, особое внимание мы уделим повышению эффективности работы. Для этого есть концепции бережливого управления и в правительстве, и в исполнительных органах государственной власти, которую мы прописали для себя до 2023 года включительно. В 2020 году мы выйдем на существенные результаты в создании единой цифровой платформы поддержки принятия решений. По-другому, с 2020 года у нас начнется реализация глобального проекта цифрового региона. Мы запустим центр управления регионом, частью которого будет ситационный центр и многие другие аналитические центры, позволяющие нам хорошо держать руку на пульсе не только по экономической ситуации внутри региона или страны, но и в наиболее приоритетных для нас странах. Мы оптимизируем работу региональных профильных министерств, трансформируем часть их работы под проектные принципы управления. Огромное количество сотрудников перейдет на дистанционную работу. Реализуя управленческую инициативу, мы исходим из того, что сфера государственного управления должна соответствовать требованиям времени как идеологически, так и технологически. Только при этом условия регионально-управленческая команда будет способна привести регион к научно-техническому прорыву. Все новые подходы гарантируют инвесторам стабильность, прежде всего, конечно, стабильность ключевых параметров регионального законодательства, особенно в части, касающейся инвестиций. Как таковое правительство региона в 2020 году фактически прекращает свою деятельность. Абсолютное большинство условий, на которые сегодня мы опираемся во взаимодействии с гражданским обществом и бизнес-сообществом, будут переданы многофункциональные центры, либо предпринимательства, либо многофункциональные центры правительства для граждан. Ряд инициатив мы будем продвигать для принятия на федеральном уровне. В первую очередь, это касается закона проекта о зоне свободной торговли в Российской Федерации. Основное отличие зоны свободной торговли от уже знакомых ТАСЭР, ОС, более гибкое таможенное регулирование. Если ТАСЭР создан для моногородов, то зона свободной торговли изначально формируется в логике стимулирования взрывного развития и предпринимательской активности компаний, ориентированных на экспорт. Именно за счет этого подобной территории в мире становятся катализаторами развития транспортной инфраструктуры, сопутствующих инфраструктурных сервисов, увеличения экспорта, а также транзитных грузопотоков. Напомню, что все это относится к задачам, которые у нас с вами прописаны в рамках национального проекта. Реформа контрольно-надзорной деятельности несомненно один из самых важных шагов по стимулированию деловой активности. Мы уже на протяжении нескольких лет предпринимаем шаги по снижению административного давления на бизнес и повышении внимания, если хотите, заботы власти о деловом климате. Со следующего года мы окончательно запускаем пилот по созданию единого органа регионального контроля. Это прекратит эту вольницу в проверках предпринимательского сообщества, которое сегодня имеет целый ряд контрольных надзорных органов. Главная цель сделать контрольный надзорный орган партнером, а впоследствии другом предпринимательского сообщества. И пусть это никого не смущает и уж тем более не пугает. В целом по блочно-отраслевому принципу планируется объединять и существующие виды регионального контроля и делегированные виды федерального контроля. Может быть не все знают, сейчас в области 13 органов регионального контроля, которые осуществляют 17 видов регионального и 5 видов переданного федерального контроля. Вот это все мы соединим вместе. Вот под это все мы заводим реформам. И всем этим будет руководить уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вот такое неожиданное решение. Зоной ответственности нового института будут и общая административная практика и взаимодействие с бизнесом. Мы уже создали управление контроля и регуляторной политики. Его задача эффективная реализация механизма регуляторной гильотины, координация работы по этому и проведение единой политики в контрольно-надзорной сфере и тарифной политики. Кроме того, до конца текущего года, в течение декабря, мы сформируем уникальный коллегиальный орган, это коллегия органов контроля. Ни в одном регионе этого нет, мы будем с вами первопроходцы, но нас это не пугает, в которую войдут представители не только контрольных органов и региональных и федеральных, но и представители предпринимательского сообщества, и мы будем публично там разбирать все результаты контрольно-надзорной деятельности. Что касается регуляторной дилетины, то я еще раз хотел бы обратиться к бизнесу с предложением включиться уже сейчас в эту работу здесь, на региональном уровне. Механизмы для этого созданы. У нас есть с вами совет по регуляторной политике, отраслевые группы, прошу их состава и информации о деятельности с конкретными данными для связи разместить правительство региона в открытом доступе, чтобы каждый желающий имел потенциальную возможность не только ознакомиться с их деятельностью, но и внести свои предложения по перечню нормативно-правых актов, регулирующих отношения в каждой отрасли. Хочу также довести до представителей предпринимательского сообщества, что закончена разработка областной дорожной карты реформирования контрольно-надзорной деятельности на 19-21 годах. Просил бы Екатерина Алексеевна ее также сделать открытой, разместить ее на сайтах, чтобы у всех было понимание когда и в какие сроки и в какие сроки что мы будем с вами делать. Важная часть предстоящей работы цифровизации контроля, в том числе через интеграцию с федеральными системами. Коллеги, в 2020 году мы расширим возможность действующего портала контрольно-надзорной деятельности. На базе Центра управления регионом заработает единая книга жалоб. Это такая большая цифровая платформа по работе с обращением предпринимателей. Мы его помните назвали за бизнес. Бизнес получает возможность напрямую сообщать о незаконных действиях контрольно-надзорных и правоохранительных органов добиться рассмотрения обращений по существу в укороченное время, а органы власти понимать актуальную повестку, волнующую предпринимателям. Проект этот межведомственный, сложный, но очень-очень важный. Среди его участников МВД, ФСБ, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, деловое объединение предпринимателей, ну и конечно бизнес-обудсмены. Новыми цифровыми сервисами будут обрастать сайты и окна, настроенные на оказание услуг и поддержание диалога с бизнесом. МФЦ для бизнеса станет основным институтом коммуникации предпринимателя, органов власти, других организаций и учреждений. Еще раз повторяю, правительства как такового не будет. Оно останется в виде небольшой группы политиков, которые будут отвечать перед своими избирателями за выполнение той предвыборной программы, с которой они приходят к управлению регионом. У нас появится витрина услуг и мер, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информация по объектам инфраструктуры, информационные боты. Перечень дополнительных сервисов МФЦБ будет расширен услугами по получению проектно-разрешительных документов при строительстве объектов капитального строения. Новый сервис электронный личный кабинет инвестора. К возможности направлять электронные заявки на присвоение статуса резидента территории развития добавится еще несколько. Например, регистрация юрлица инвестора на территории региона. В 2020 и 2021 годах мы выйдем на полноценную цифровую систему управления развитием области, состоящая из двух контуров. Внешнего это цифровая витрина инвестиционного потенциала региона с наличием и описанием всех возможностей для инвесторов. И внутреннего это единый цифровой офис сопровождения подключения к базам данных интеграция в аналогичные цифровые системы федеральных институтов развития. Еще одна задача, которую мы поставили перед собой для ее решения в 2020 году создание предсказуемых условий с точки зрения понятных принципов тарифа образования. Мы начали эту работу в текущем году. И она трансформирована в серьезное решение относительно ограничения роста тарифов. Мы единственные в России кто остановил рост тарифов в 2020 году. Кроме того, мы приняли важное для инвесторов приходящих в регион и всех участников экономической деятельности решение о синхронизации инвестиционных программ со стратегией и программами развития региона. Сегодня все инвестиционные программы естественных монополий или тех предприятий, которые мы регулируем с точки зрения тарифа образования, мы рассматриваем на заседаниях протеста области с последующим контролем за их исполнением. В ближайшее время мы утвердим всю эту систему жесточайшего контроля за вот этими естественными монополиями, соответствующими постановлениям правительства. Ни один водоканал, электрические сети или там какие-то другие организации теперь не будут навязывать свои услуги. И уж тем более, так сказать, до бесконечности задирать свои желания в виде от повышенных тарифов. Мы утвердили правовые основания для участия общественности в контроле за формированием и реализацией инвестиционных программ. Такой возможностью наделен Межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе. Единой точкой входа, уважаемые друзья, для всех инициатив по улучшению условий ведения бизнеса, в том числе тех, о которых я уже сказал выше, сегодня является проект трансформации делового климата. Мы уже сделали ряд важных шагов. Начали работу новой экспертной рабочей группы с участием бизнеса по наиболее проблемам для нас всех направлениям национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Переформатируется деятельность органов государственной власти и бизнеса под задачей улучшения делового климата. Инициатива, которую мы сейчас активно продвигаем, нацелена на повышение роли бизнеса в развитии страны через рост влияния на экономические процессы бизнеса объединений предпринимателей. Вы знаете наше решение, я еще раз повторяю, о том, что мы первые в Российской Федерации сейчас принимаем практически на законодательном уровне решения, стимулирующие предприниматели вступать в бизнес объединения. Мы исходим из того, чтобы членство в бизнес объединениях было привлекательным. Возможности и роли этих объединений должны увеличиваться. С этим и связано наше предложение. Внедрение системы симулирования общественных организаций бизнеса через гранты этим организациям такую возможность у себя в регионе мы уже проработали и начнем реализовывать ее со следующего года. К примеру, проработана возможность внедрения рекомендательных песен с целью повышения фактора деловой репутации при наличии членства в общественном объединении предпринимателей при присвоении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития. Или, например, при получении статуса особо значимого инвестиционного проекта, а также при получении действующих мер поддержки. Мы назвали это рекомендательным письмом, но мы понимаем о том, что это один из самых главных сигналов, которые соответствующие структуры будут очень быстро и правильно понимать. С целью обеспечения квот представительства общественных организаций бизнеса в государственных органах готовится пакет документов, которые позволят членам общественных объединений находиться в более выгодном состоянии, когда начинаются различные политические или другие кампании, в том числе связанные с выборами в муниципальные или в региональные органы власти. Более профессиональной и ответственной должна стать работа самих общественных объединений предпринимателей. Одним из стимулов здесь может стать внедрение системы рейтингования. Эти и ряд других инициатив будут направлены в ведущие общественные объединения Министерства экономического развития, но и, конечно, мы готовим сегодня эти предложения и в Государственный Совет Российской Федерации. Третий блок мероприятий связан с обеспечением инвестиционного процесса необходимым финансированием, в том числе для строительства инфраструктурных объектов. В качестве главных мер здесь назову во-первых, более активное использование механизмов бюджетной политики, во-вторых, совершенствование имеющихся и создание новых инфраструктурных объектов. Региональный бюджет должен стать одним из ключевых инструментов стимулирования экономического роста и структурной перестройки экономики. Именно такую задачу поставлено сегодня мной перед Министерством финансов области. С учетом этого сформирован областной бюджет на 2020 год. Увеличился как абсолютный размер бюджетных расходов, направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики, так и доли таких расходов. Это почти 23% от всего бюджета. Кстати, обращаю внимание, что буквально годом назад доля бюджета развития не превышала 15%. Вот так за короткий период времени мы существенно наращиваем наши финансовые возможности. Еще одним резервом для наращивания бюджетных инвестиций является национальный проект. Для нас важно, чтобы они позволяли направлять дополнительные целевые средства не только на вопросы сугубо экономические, но и на формирование иного, более высокого качества жизни людей. состояние учреждений здравоохранения, школ, детских садов, спортивных объектов, объектов культуры, доступность жилья, качество оказания социальных услуг, состояние экологии. Все эти вопросы прямо влияют на развитие человеческого капитала, а значит конкурентоспособность и привлекательность региона. Объем инвестиций через региональные составляющие национальных проектов в 2019 году превысил 8,8 миллиарда рублей. В ближайшие трех лет ежегодно мы планируем инвестировать по линии национальных проектов от 9 до 11 миллиардов рублей. Не менее 5 миллиардов рублей за эти ближайшие три года будут направлены именно на социальную инфраструктуру. И здесь нам тоже очень важно получить максимальный эффект. А он возможен при условии, если и бизнес через частные инвестиции, частную инициативу включится в работу по достижению национальных целей. Хочу еще раз подтвердить, мы будем создавать все условия для мотивации бизнеса к участию в реализации национальных целей через государственное частное партнерство. Уважаемые партнеры, я обращаюсь в первую очередь к представителям бизнеса. Будем рады видеть вас участниками региональных составляющих национальных проектов. Возможность бюджета мы используем и для прямой финансовой поддержки бизнеса. Инструментов здесь несколько. Это региональный фонд развития промышленности, региональная лизинговая компания, фонд развития и финансирования предпринимательства и региональный гарантийный фонд. За счет этих инструментов в 2019 году напрямую инвестировано в экономику области более 720 миллионов рублей. В 2020 году мы планируем существенно увеличить объемы финансирования. Для этого за счет дополнительных доходов в течение года увеличим на 200 миллионов рублей бюджет регионального фонда промышленности. Сумма займа промышленным и агропромышленным предприятиям на одного заемщика увеличим до 50 миллионов рублей. А это естественно даст возможность привлечь софинансирование Федерального фонда развития промышленности в размере еще порядка около 250 миллионов. За счет компаний в 2020 мы направим почти 70 миллионов рублей на финансирование лизинга оборудования транспортных средств спецтехники для наших предпринимателей по ставке не более 5%. Сохраним механизм предоставления гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу и микрофинансирования проектов. В 2020 мы увеличим капитализацию микрофинансового центра на 100 миллионов рублей и доведем капитал фонда до 400 миллионов рублей. К концу 2024 года сумма капитализации составит не менее 600 миллионов. Отдельные меры поддержки введем для социального бизнеса. Нам важно, мы это неоднократно говорили, чтобы частный бизнес приходил в дошкольное и музыкальное образование, спортивные школы, дополнительное образование, чтобы формировалась конкуренция, а у родителей были условия для выбора. пойдем по пути, выравнивая условия их работы с государственными образовательными учреждениями. Для детских дошкольных учреждений, например, наряду с образовательной услугой, тем более, что законодательство нам дает такую возможность, будем компенсировать из регионального бюджета присмотр и уход за детьми. Негосударственным школам, искусств, спортивным школам будем выделять бесплатно землю для строительства учреждений, подводить всю необходимую инженерную инфраструктуру за счет бюджетов или компенсировать расходы на арендную плату, если школа, например, арендует помещение. Большое внимание мы уделим агропромышленному комплексу, где и сегодня у нас уже действует свой широкий спектр мер государственной поддержки. Я напомню о том, что мы приняли решение и ежегодно увеличиваем поддержку сельского хозяйства. Если в 2018 году было выделено 1,6 миллиарда рублей, то уже в 2020 году мы выделяем на поддержку развития агропромышленного комплекса 4 миллиарда рублей. Мы поддержим инвесторов, которые примут решение инвестировать в отрасль животноводства. Субсидии будут выплачиваться на приобретение племенного молодняка, на содержание маточного поголовья, и в том числе мы выделим огромное количество субсидий на производство молока. Еще одна свободная ниша для инвестиций в птицеводство. Мы заканчиваем переговоры с оброгими нашими партнерами, которые вместе с нами приняли решение восстановить птицеводство в Ульяновской области. Надеюсь, что до конца этого года мы уже объявим новых наших партнеров. Мы приглашаем любого, кто заинтересован в развитии животноводства в Ульяновской области для привлечения инвестиций в рыбоводство предусмотрена поддержка на возмещение прямых понесенных затрат на приобретение рыбопосадочного материала и комбикормов для рыб в размере до 50%. В растеневодстве нам важен серьезный рост производства, так как растет и внешний и внутренний спрос. Вы знаете о наших целях, амбициозных планах. Если в последние пять лет мы собирали более одного миллиона, в пределах полутора миллионов тонн зерна, то в ближайшие годы мы намерены резко нарастить объемы производства зерна не менее, чем в два миллиона. Для сельхозтоваропроизводителя мы также реализуем серьезные меры господдержки в целях модернизации основных фондов, а именно на строительство производственных корпусов, на закупку оборудования, на приобретение спецтехники. Субсидирование затрат по госпрограммам достигнет 50% инвестиций. Отдельно мы готовы сопровождать инвестиционные проекты, ориентированные на глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Инвесторы могут воспользоваться и научным потенциалом наших ульяновских ученых-аграриев. Под все эти направления проработаны конкретные меры поддержки. Прежде всего, конечно, административные, финансовые, налоговые. Четвертое направление связано с дальнейшим развитием инфраструктуры, поддерживающей инвестиции. Такие проекты важны вдвойне. Они не только открывают дополнительные возможности для привлечения частных инвестиций, но и стимулируют строительную отрасль. А для нас это очень значимо. Мы традиционно уделяли приоритетное внимание строительству подготовленных площадок для развития бизнеса и размещения новых производств, подготовке коммуникаций, подведению газа, электричества, воды к объектам промышленного и сельскохозяйственного производства. В 2020 году это направление расходов останется среди приоритетных. Забегая вперед, могу сразу сказать о том, что мы сегодня провели с коллегами из правительства консультации с нашими партнерами из «Газпрома», и у нас есть большая уверенность о том, что Ульяновская область будет включена в перечень ограниченного числа субъектов Российской Федерации, которым будет оказана огромная финансовая поддержка для того, чтобы к 2025 году завершить в полном объеме газификацию нашего региона. Это огромный объем инвестиций, и это совершенно другое качество жизни и для людей, и, конечно, для инвесторов, которые к нам придут. Объем бюджетных инвестиций на проектирование и строительство объектов инфраструктуры, зон развития приблизится к 100 миллионам рублей. Реализация решения о синхронизации инвестиционных программ естественных монополий с программами развития региона позволит нам также направлять в зоны роста дополнительные средства на инфраструктуру. В центре внимания останется и транспортная инфраструктура. На эти цели мы направим рекордные для области суммы более 10 миллиардов рублей, порядка 15 процентов консолидированного бюджета. Здесь у нас тоже есть возможности для более активного партнерства по использованию механизмов контракта жизненного цикла в дорожном строительстве на региональных и муниципальных дорогах. Теперь о конкретных шагах, которые будут сделаны по развитию инвестиционной инфраструктуры в 2020 году. Уровень конкуренции требует от нас действий по созданию готовой капитальной инфраструктуры для инвесторов. Строительство под ключ индустриального парка платформа в особой экономической зоне Ульяновск дипмастер в Димитрограде оказалось успешным опытом. Многие не верили, но все это теперь уже позади. Все тревоги остались позади, а впереди только успех. Площади парков очень востребованы и на сегодня полностью заполнены. Например, в Ульяновске уже идет строительство второго очереди парка. Его площадь удвоилась до 30 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в создание нового производства составит порядка 850 миллионов рублей. Это и бюджетные, и частные средства. Дополнительных 120 действующим рабочим местам будет создано еще 320. Уже в 2020 году мы приступим к строительству еще не менее 60 тысяч квадратных метров. Резиденты ОС после запуска на ее территории энергетической станции мы такую станцию построим в ближайшее время смогут снизить стоимость электроэнергии в два раза. Строительство газогенераторной станции запланировано как я уже сказал на 2020 год. Мы начнем тиражировать и опыт подготовки площадок для захода инвесторов на территории где раньше работали советские предприятия. Первым опытом был корпус УАЗа в котором сегодня размещается производство всемирно известной японской компании ИСУЗу. В следующем году капитальная инфраструктура полностью подготовленная для захода резидентов будет создаваться на территории бывшего завода УЗТС продолжится работа и на площадках ДАЗа в городе Димитровграде. Обращаясь к нашим российским иностранным партнерам инвесторам мы готовы дальше точечно работать по вашим проектам чтобы предоставлять уже готовые для запуска бизнеса производственные корпуса Причем не только в региональной столице но и в муниципальных образованиях Конкурентные преимущества инфраструктурных площадок для инвесторов будем наращивать и за счет использования кластерного подхода формирования специализированных производственных сегментов таких как пищевой кластер мебельный кластер станкостроительный кластер новых материалов и композитных производств кстати мы первые в России начали активное строительство уникального индустриального парка композитная долина я только что вернулся с переговоров из Копенгагена и Гамбурга где провел нам вот этот удачный переговор мы подписали не только целый ряд крупных инвестиционных соглашений но и договорились с целым рядом компаний которые в ближайшее время придут к нам в индустриальный парк композитная долина мы будем строить инфраструктуру под речной сегмент торговля лодистикой переработки сельскохозяйственных культур и сегмент высокоскологичного предпринимательства все это в ближайшее время будет объединено в целом кластерный подход будет основным при развитии индустриального парка авиастар проект которого разработаны объединенные авиастроительные корпорации кластер позволит объединить более прочные кооперационные цепочки авиастроительные предприятия Ульяновской Нижегородской Иркутской областей и Татарстана индустриального парка Ульяновского автомобильного завода вокруг которого мы расширяем автомобильный кластер на всего на территории области сформировано уже 13 кластерных объединений ориентированных как на высокотехнологичные сектора такие как я уже сказал композиты или ядерные технологии так и на переработку сырья и промышленного производства я приглашаю бизнес воспользоваться преимущественными которые дают кластера а это и возможность получать дополнительные субсидии прежде всего из федерального бюджета на размещение части затрат участникам кластера при реализации совместных проектов это и возможность встраиваться в производственные цепочки и повышать эффективность работы ориентируясь на инновационные практики и отраслевые компетенции наиболее высокотехнологичных участников до конца года мы поменяем структуру управления кластерным развитием принято решение сформировать единый институт управления кластерами на базе центра компетенции развития промышленности отдельно хочу обратить внимание наших потенциальных партнеров на территории опережающего социально-экономическое развитие первая такая территория уже создана в Димитровграде до конца текущего года мы планируем завершить создание ТАСЭР в Индии уже подписано соглашение с 11 резидентами бюджет региона на следующий год предусмотрено более 50 миллионов рублей на проектирование и строительство производственных корпусов на территории ТАСЭР Индзе вернусь к Димитровградскому индустриальному парку мастер это частный парк созданный усилиями КАМАЗа и корпорации развития Ульяновской области в 2019 году проект создания развития Димитровградского индустриального парка победил в федеральном конкурсе В 19-20-х годах принято решение реализовать выделенные средства из федерального бюджета в размере 500 миллионов рублей Они направляются на создание готовых площадей для открытия бизнеса Уважаемые коллеги все территории предупреждения и вместе реализуем эти ваши замечательные идеи и проекты Уважаемые дамы и господа друзья товарищи стратегическим направлением развития для нашего региона является инновационный вектор развития этап который мы сегодня проходим формирование целостной политики в сфере инноваций Мы понимаем что технологический прорыв не добиться без четкого законодательного регулирования вопросов интеллектуальной собственности ее вовлечения в коммерческий оборот На базе 11 технологического развития области мы открыли уникальный многофункциональный центр интеллектуальной собственности Его основная задача становления рынка интеллектуальной собственности и работа центра будет организована по принципу одного окна С 2020 года начнет действовать новая государственная программа научно-технологическое развитие Ульяновской области со сроком реализации до 2024 года Объем финансирования который сегодня находится предусловлено для этой программы составляет более 2 миллиардов рублей Мы начнем использовать и такой новый инструмент поддержки малых и средних высокотехнологичных компаний как инновационный ваучер Первые компании смогут воспользоваться им уже в декабре этого года Мы намерены расширять венчурные практики для инновационных стартапов в том числе через сотрудничество с федеральным венчурным фондом Еще одним решением станет распространение на инновационные компании льготного пакета сопоставимого с резидентами Сколково Это возможно через использование принципа экстерриториальности льготного пакета преференциальных налоговых мер на территории области Коллеги, мы всегда готовы быть площадкой для пилотирования новых технологических решений позволяющих формировать инновационную экосистему развития в основе которой лежит технологическое превосходство и технологическое предпринимательство Инновационная инфраструктура для этого у нас уже имеется и мы постоянно совершенствуем ее Это Ульяновский инновационный кластер и его ядро крупнейшие наноцентры Российской Федерации университетские центры трансферотехнологий инкубатор стартапов пилотное производство технологические компании в рамках НТИ все это мы готовы предоставить в ваше распоряжение Особо хочу отметить и это впервые это будет являться определенной особенностью 2020 года и нашей политики в качестве самостоятельного приоритета в работе по созданию инфраструктуры для инвесторов в 2019 году мы выделяем направление связанное с торговлей и экспортом регион удобно логистически связан с Москвой с Уралом Сибирью Казахстаном Китаем странами Ближнего Востока а также европейскими странами через нас проходят федеральные железнодорожные автомобильные дороги воздушные пути у нас функционирует один пассажирский и два речных грузовых порта принимающих сюда река море у нас работают два международных аэропорта принимающих самолеты без ограничения по весу имеется особая экономическая зона ориентированная на торговые десятичатые операции это основа для дальнейшего развития и внутренней и внешней торговли ряд решений мы готовясь к двадцатому году приняли в этом году и сегодня реализуем их они касаются проведения закупочных сессий в рамках проекта сделано в Ульяновской области запуска центра по закупкам ООН мы отслеживаем тендеры занимаемся переводом документации даем возможность участвовать в них региональным компаниям создание трех логистических хабов таких своеобразных бизнес представительств на территории Восточной Европы Ближнего Востока Юго-Восточной Азии развитие речного сегмента особоэкономической зоны и логистического терминала на Волге в двадцатом году мы будем двигаться как в рамках реализации намеченных планов так и новых первое завершен подготовительный этап формирования нового речного порта в левобережной части города Ульяновска с началом навигационного периода двадцатого года новая площадка начнет осуществлять свою деятельность на первом этапе это будет логистический хаб по отгрузке ульяновской сельскохозяйственной продукции на экспорт а также площадка для отгрузки лопастей для ветроэнергетических установок производимых ульяновской компанией Вестас параллельно в двадцатом году на этой площадке мы начнем проектировать новый огромный речной порт с мультимодальным логистическим комплексом отвечающим всем самым современным требованиям с возможностью захода международных судов в том числе и судов класса моря к открытому в девятнадцатом году торгово-логистическому центру в Праге резидентами которого является уже более десятка ульяновских компаний в двадцатом году мы откроем аналогичные в Азии и на Ближнем Востоке для сопровождения и вывода товаров под ключ продвижения и поиска партнеров доставки хранения и администрирования отправляемых на экспорт товаров соблюдение всех таможенных процедур деньги на это заложены третье мы запустим совместно со школой экспорт российского экспортного центра обучающие программы для действующих экспортеров в том числе и тех кто только задумался об этом мы готовы вас научить мы готовы вам помочь вы точно будете одними самых успешных и богатых людей четвертое будет продвигаться и электронные форматы торговли более 47 процентов покупок уже совершается на маркетплейсах по всему миру ожидается что к 21 году коллеги особенно из правительства и муниципалитетов вдумайтесь к 21 году мировой рынок электронной коммерции увеличит продажи более чем в 2,5 раза мы запустим отдельные обучающие программы наладим систему сопровождения компаний которые впервые выходят на электронные торговые площадки окажем техническую поддержку при создании собственных интернет магазинов начнут реализация проекта Улмада цель проекта организация системы дистанционной электронной торговли товарами произведенными на территории области минуя посредников в виде традиционных объектов торговли или торговых сетей через создание элементов системы маркетплейс мы построим вместе с вами товаропроизводящую сеть село городской потребитель новый для Ульянской области формат торговли электронной ярмаркой небольшие производители владельцы личных пособных хозяйств фермеры получат таким образом возможность продавать свой товар неопределенно большому округу покупателей через цифровой канал без затрат на содержание постоянного торгового объекта оцифровка товаров и услуг будет происходить силами корпорации промышленности и предпринимательства корпорации также поручено рассмотреть возможность содействия товаропроизводителю в электронном сертифицировании его продукции ее маркировки и упаковки услуга по предоставлению доступа к маркетблейсу All Mad будет бесплатной еще одно перспективное решение на будущее в рамках этого проекта реализация направлений по принципу местный продукт это продажа свойственных населенным пунктам Ульяновской области товаров и услуг ну вот например там у нас есть акшуатская лоза сунгурские грибы там и многие другое таким образом мы сформируем с вами новую форму поддержки товаропроизводителей на всей территории Ульяновской области где бы такой вот активный гражданин не проживал симулировать инвестиционный рост и улучшать деловой климат мы будем и на уровне муниципалитетов с отражением всех базовых принципов индивидуальный план инвестиционного развития до 2024 года будет у каждого муниципалитета мы запустим систему регулярного менеджмента в инвестиционной деятельности глав муниципалитетов в каждом муниципалитете будет сформировано современное агентство развития для работы с инвесторами малым бизнесом для сопровождения бизнес-проектов для перенастройки делового климата агентства будут единым окном для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета агентства будут выполнять в том числе функции многофункциональных центров для бизнеса одним из резервов для экономического роста муниципалитетов будут самозанятые особые налоговые режимы для них вводятся середины двадцатого года мы готовы эти средства которые будем получать в полном объеме перенаправлять бюджет муниципалитетов но только при условии на цели развития я обращаюсь ко всем потенциальным инвесторам ко всем интересантам статуса самозанятых четыре крупнейших региона страны подтвердили эффективность этого режима официальная деятельность даст вам возможность честно работать не опасаясь последствий со стороны налоговых органов возможность получать помощь со стороны федерального и регионального бюджета в частности льготные кредиты но и в завершении нельзя не сказать про кадровое обеспечение развития ключевой вопрос любого развития это кадры и компетенции которыми мы должны все обладать здесь два основных направления движения профессиональная подготовка и вовлечение в бизнес завершая обращая внимание на трудовой ресурс обозначу принципиальную позицию аналогов которому нет в нашей стране мы будем готовить кадры с учетом запроса который идет от инвесторов тем более что кадры решают все мы это хорошо помним а второе они у нас есть за последние 10-12 лет мы существенно обновили региональную систему среднего профессионального образования внедряя дуальную форму обучения сейчас принято решение о ее дополнительной перезагрузке с 2020 года региональный коррекционный центр WorldSkills будет наделен с января 2020 года статусом отдельного юридического лица с передачей ему всех курируемых ранее проектов будь то молодые профессионалы будь то билет в будущее будь то Амбилимпикс вся система образования будет перестроена под приоритетные направления мы приняли решение сформировать базовые обучающие центры сообразные точки роста на каждом из уровней межрегиональным региональным и межмуниципальным точкой например межрегионального влияния станет крупнейший в России межрегиональный центр компетенции который расположен здесь в городе Ульяновске и объем инвестиций за последние два года в него составил более 1 миллиарда рублей на его базе мы откроем и ряд новых востребованных на рынке труда специальности блокчейн технологии 3D моделирования IT для бизнеса мобильная робототехника разработчик веб и мультимедиа разработчик оператор дронов архитектор информационных систем вот такие новые специальности мы будем готовить на базе МЦК будут также работать центр инклюзивного профессионального образования с новыми специальностями графический дизайнер ландшафтный дизайнер центр индустрии дизайна и красоты кроме этого МЦК будет выполнять роль и главного инновационно-методического центра профессионального образования точки регионального влияния это два тоже очень крупных центра образования один в области сельского хозяйства с введением новых специальностей отражающих будущее сельского хозяйства сити фермер агроэколог агроном генетик второй по подготовке в сфере сервиса и технологии с новыми специальностями лидер сетевых коммуникаций специалист по гостеприимству турагент маркетолог аналитик и многие другие точки межмуниципального влияния будут созданы путем создания уникальных для нашей страны четырех региональных центров компетенций по географическому принципу юг запад восток и центра это позволит повысить качество образования и снизить число дублирующих специальностей и профессий на создание таких вот региональных центров компетенции в бюджете области на 20-й год предусмотрен уже в стартовом бюджете 100 миллионов рублей на базе агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов в 20-м году будет создан уникальный центр опережающий профессиональной подготовки ну и популяризация и вовлечение предпринимательств сегодня мы много об этом говорили на сегодняшний день сектор малого и среднего предпринимательства в области насчитывает 44 тысячи субъектов половина инвестиций приходится именно на этот сегмент почти 148 тысяч работающих ульяновцев заняты в малом и среднем предпринимательстве а это на секундочку 30 процентов населения трудоспособного возраста но в рамках национального проекта мы должны решить значительно более масштабную задачу увеличив их число почти до 180 тысяч поэтому популяризация и вовлечение в предпринимательство задача стратегическая имеющая особое значение для нашего региона мы поменяем отношение к предпринимателю через внедрение в школьную и вузовскую образовательные программы предметов связанных с пропагандой предпринимательства через популяризацию мы решим в том числе и очень важную задачу вовлечение в предпринимательство новых людей у нас порядка 11 проектов направленных на различные целевые группы я веду разговор и о молодежном предпринимательстве о женском предпринимательстве о социальном предпринимательстве и так далее К 2024 году цель конкретная. Не менее 1800 участников обучающих проектов должны открыть собственное дело. Уважаемые коллеги, это, конечно, неполный перечень того, что мы с вами будем делать для того, чтобы выполнить очень важную для себя задачу. Создать мощный регион с сильной экономикой и со счастливыми людьми. Спасибо вам за внимание, за терпение. Хочу еще раз поблагодарить всех участников и гостей нашего форума. К бизнесу, к нашим действующим партнерам и партнерам потенциальным, как к российским, так и зарубежным инвесторам, крупным, малым и средним предпринимателям, я еще раз хочу обратиться с предложением о совместной работе. Давайте вместе строить будущее. Я приглашаю вас реализовать у нас свои бизнес-планы. Мы со своей стороны всегда открыты к диалогу и к сотрудничеству. А закончить свое выступление хочу словами очень хорошо известного многим здесь находящимся людям Генери Форда. Он сказал, собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех. Я приглашаю придерживаться этих слов. Удачи нам всем.